20 минут о красивой жизни в красивом городе это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула конец года это не только подведение итогов но и прогнозы на год грядущий и для того чтобы получилась полная и объективная картина необходимо выслушать специалистов самых разных областей в славянской культуре отношение к високосному году особенное он считался временем бедствий и страшных событий високосный год боятся к нему готовятся существуют различные приметы правила поведения и многочисленные запреты однако в современном мире многие отходят от этого тем более что и у экстрасенсов прогноз на следующий год только положительный следующий год у нас все знают да это год крысы високосный у нас год людей очень много опасений и они меня спрашивают про это что же будет следующем году потому что на самом деле у нас люди даже больше опасаются этого следующего года потому что високосны всегда это тяжелые годы мне хотелось сказать, что, наоборот, год будет очень прочным, достаточно стабильным будет, достаточно стабильным, опасаться нечего. Там единственное, это вот в двадцатом году, скажем, будут всякие такие события, но это будет осень, осень и ближе к зиме, это уже через год. Год крысы это достаточно неплохой знак для меня, исходя, скажем, от моей жизни и вообще, как я увижу этот знак. Для меня, крыса — это хозяйственность некоторая, это бережливость некоторая. То есть тенденция этого года и будет в этом прослеживаться. В некоторой бережливости, в некоторой хозяйственности, в некоторой расчётливости. Крыса хитрая, крыса умная. Тенденции года очень хорошие, в некоторой бережливости все с Есть такая народная примета, что в високосный год ничего нельзя менять. И планировать такие события, как свадьба, в этот период тоже не стоит. С этим готовы поспорить некоторые экстрасенсы. Я считаю так, что если в високосный год все-таки поженились, понимаете, то есть мысли в том, что вибрации этого года достаточно такие, скажем, требуют больших усилий и больших энергозатрат. То есть если все-таки врачующиеся дошли до ЗАГСа, то мне кажется, им уже ничего не будет страшного. Я почему-то по-другому рассуждаю, что, понимаете, в этом году больше, скажем, изначально идет некоторых, потому что он високосный, некоторых таких препятствий на пути каждого человека. То есть человеку требуется больше усилий прикладывать, чтобы у него был, скажем, успех. Поэтому мне кажется наоборот, вот если все-таки дошли, значит, это пара на долго, значит, это пара на года. Вообще високосный год, он, как некоторое такое испытание всегда на прочность, да, и все, что создается в этом году, оно всегда более стабильно. Чтобы желание сбылось, некоторые не произносят его вслух, другие пишут на бумажке и запивают шампанским, и мало кто задумывается, что для исполнения загаданного важна правильная формулировка. Если человек очень сильно чего-то хочет, не обязательно ждать конца года, да. Вселенная нас всегда слышит. Вселенная нас всегда слышит. Вот сколько я, даже можно сказать, по своей жизни, сколько я не задавала, допустим, какую-то программу. То есть все, что мы говорим, надо понимать. Вселенная нас слышит. Вселенная нас слышит буквально. То есть мы должны, если мы подаем, чего-то мы хотим, мы подавать должны информацию конкретно. Вот, например, я хочу, допустим, выйти замуж. Или, например, за того-то, того-то и того-то. То есть не просто выйти замуж, а то потом будут поклонники, например, но они вам не понравятся. Вселенная нас воспринимает буквально. Например, я хочу устроиться на работу тем-то, тем-то. То есть Вселенной надо ограничивать того, чего мы хотим, чтобы потом не расстраиваться. Ну и что еще очень важно для успеха в новом году – думать о хорошем, настраивать себя на позитив и желать друг другу только самого лучшего. Конец года – это время активного шопинга, а также бесконечных утренников, корпоративов, итоговых вечеринок, торжественных приемов. Везде очень интересно, везде хочется побывать и обо всем рассказать. И стоит отметить, что некоторые наши старания оказываются результативными. В эти дни родители с детьми успевают посетить огромное количество елок. Среди классических утренников с конкурсами и хороводами встречаются и креативные мероприятия, интересные для любого возраста, в том числе и родительского. Очень много сейчас мероприятий, очень много классных, театры устраивают. И везде есть Дед Мороз, везде примерно одинаковая программа. Где-то чуть лучше актеры, где-то чуть хуже, но везде прямо вот так вот стандартно, стереотипно. И хотелось все равно сделать для своих ребят, учеников, других детей праздник, но чтобы он был необычный, чтобы она у них не слилась в череде этих праздников одинаково. Здесь нынче ничем не удивишь, вот, и взрослых тоже. Поэтому мы ждем каких-то чудес. Я считаю, что это не анти-елка, это супер-елка, потому что это очень полезно, очень развлекательно, очень увлекательно и создает такую замечательную атмосферу, необычную атмосферу. Праздник всегда есть праздник, деткам всегда интересно и общаться между собой, и быть в таком красивом вот помещении. Деда Мороза и Снегурочку на этом празднике не ждут. А вместо этого здесь можно вместе с ребенком с головой погрузиться в творчество и создать аж три разные елки. Они будут творить во всех направлениях, они будут клеить елку и потом заберут ее с собой, маленькую такую елочку, они будут разукрашивать елку, раскрашивать в разных техниках, вместе мы потом в самом конце ее соберем, такую фантастическую елку. Они будут готовить елку и тут же ее лопать. Мы делали елки, украшали их разом, делали съедобные елки. Это такой процесс, когда можно погрузиться и вместе с ребенком потворить, когда открыты больше возможностей, тем более праздничная атмосфера, такой замечательный посыл и всего этого, поэтому я решила побыть с ним. Но и так как организаторами выступили детская архитектурная мастерская, то и гости в основном юные архитекторы. Мне больше всего нравится на занятиях делать всякие интересные предметы. Воделку какую-нибудь делать. Ну там же можно, например, макшет рисовать, это здание делать. Ну вот мне больше это здание. Мне нравится конструировать здание. Я сам архитектор. Единственное, что изначально мне казалось, что в таком возрасте заниматься архитектурой, наверное, еще раз. В моем представлении это такое серьезное занятие, узконаправленное, которое деткам, наверное, еще рановато. Но когда я посмотрела, что делают детки в этой статье, посмотрела видео, посмотрела, насколько они легко и свободно креативят, поняла, что это точно нужно посещать. Архитектура расширяет чуть-чуть детское сознание. Они маленькие еще, ей нравится конструировать, лего. Живет в строящемся микрорайоне, поэтому интересуется стройкой, красотой. Больше единорогами. Больше единорогами, конечно, да. Ну и приобщаем к красоте. Я из единорогов буду, даже могу из единорогов, когда у меня миллион сто единорогов докопится, целый год сделай. И пусть эти сказочные мечты в новом 2020-м обязательно осуществлятся. И пусть придет много других креативных мыслей, чтобы нафантазировать море других волшебных желаний. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик, частная коллекция. Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Отделение косметологии клиники «Источник» представляет в действии лазерный аппарат «АкуПАЛС». Инновационная помощь в решении ряда косметологических проблем. Работает над устранением морщин, пигментных пятен, растяжек и рубцов и расширенных пор. Отделение косметологии клиники «Источник». Наука на службе у красоты. 77 88 905. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюх» на «Сонни Кривой 30» и «Пушкина 65». Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Сегодня в зале только звезды и суперзвезды. В этом новогоднем параде участвуют талантливые во всем дизайнеры интерьеров, архитекторы и все, кто делает пространство вокруг эстетичным. Вечеринка проектировалась с учетом всех последних тенденций. Особое внимание, конечно же, к цветовой гамме. Существует календарь счастливой жизни Александра Литвина. И вот сегодня, 23 декабря, нужно быть в изумрудном цвете по этому календарю. Поэтому, собственно, у нас вечеринка идет с расходом изумрудный цвет. Каждый год мы заявляем цвет вечеринки. Каждый год мы определяем номинации, в которых будут выступать наши любимые партнеры, коллеги, дизайнеры. И даем достаточно внушительный денежный приз победителю, который определяется профессиональным жюри. Это гран-при будет и сегодня в размере 30 тысяч рублей. Заранее была разработана программа, и мы, как организаторы, вот у нас пять компаний, мы донесли до наших партнеров условия, и дизайнеры заранее готовились. То есть они сейчас все подготовлены, уже отрепетированы. На суд жюри в этот вечер были представлены вокальные номера, видеоклипы, эстрадные и латиноамериканские танцы, поэтические композиции и даже прикладное творчество. Представлена вся моя коллекция, которую я разрабатываю последние несколько месяцев. И первый раз я вообще вынесла это за пределы мастерской, и, конечно, очень волнительно. Пение не самый такой наш удачный конек. Вот, решили танцевать. Муж мне будет петь, а я буду танцевать с партнером. Я просто петь очень люблю, да, ну вот и все, в принципе, когда какой-то праздник, какие-то мероприятия, мне очень нравится самовыразиться с помощью песни. Их очень сложно оценивать, потому что все номера, уверенно, будут яркие, запоминающиеся, поэтому победит сильнейший, посмотрим, ну а также на реакцию зрителей обязательно будет смотреть, то есть зрителя его не обманешь. Нереально классно и круто. Месяц подготовки, жестких тренировок, наставлений тренера и подбор костюмов. Мы делали самостоятельные их части, поэтому это были невероятные эмоции, которые запомнятся на все. Старались все. Зажигали, веселили, выкладывались, задевали тонкие струны души. В какой-то момент мы даже забыли о том, что это конкурс. Впрочем, сами артисты еще в начале сказали, что главный приз как раз совсем не главное. Если честно, я вообще про приз даже не думала. Для меня было очень волнительно показать именно дизайнерам вот то, что я делала уже вместе со своими помощниками, ребятами. Вы знаете, наверное, все-таки прежде всего это просто участие, удовольствие, творчество, подготовка к номеру. Ну, конечно, будет приятно, если мы победим. Все-таки, наверное, для себя, потому что это такой опыт, латиноамериканские танцы, это, наверное, для меня так специфично. И было попробовать себя в таком наряде выйти перед аудиторией 150 человек. Это было, надо было просто переосилить себя и сделать этот шаг. Мы, конечно, будем очень рады, если мы выиграем, но если даже мы не получим главный приз, либо какой-то приз зрительских симпатий, я думаю, что все получили такое же удовольствие, как и мы. Кульминацией волшебного вечера стало появление этой знакомой парочки. Парад звезд на какое-то время превратился в утренник, чему сами звезды радовались, как дети. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...